Всем привет! С вами канал Мультипленет. И сейчас у нас будет обзор на игрушку, на одну из игрушек из популярного мультфильма «Щенячий патруль». Как всегда, скажу вначале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И я помню в комментариях писали, что очень хотят увидеть одного из щенка. Этот щенок у нас вот так вот выглядит. Зовут его Зумар. И это Лабрадор. У меня не получилось найти из серии, которой у меня были обзоры на предыдущие игрушки, вот из этой же серии игрушку на Зуму, еще на одного щеночка, которого почему-то пока никто не просил показать обзор на него. Поэтому я нашла новую серию. Тут игрушки по размеру гораздо больше. И можно как раз узнать, как они у нас тут будут выглядеть. Ну и главное, Зума все-таки нашелся, и можно сделать на него обзор. Вот так вот выглядит у нас упаковочка. Вот сзади у меня еще щеночки стоят. И у меня там есть еще заныкано, не очень далеко, еще пара щеночков. Можете обязательно писать в комментариях, кого вы хотите увидеть в следующем. Ну и, конечно же, на моем канале можно найти на предыдущей игрушке обзоры. Там щеночки по размерам гораздо поменьше. Я для сравнения покажу как раз несколько из них, чтобы показать, насколько большой вот этот щеночек. И вот такая у нас упаковка. Опять предупреждение, что содержат мелкие детали, не рекомендуется для маленьких детей. С обратной стороны у нас нарисован почему-то Чейз. И у нас тут варианты, какие есть игрушки. Это, конечно же, Чейз, Рокки, Маршал, Крепыш, Зума и Скай. Ну, в общем, упаковка вот такая вот. Тут у нас райдер с щенками. Ну, в общем, ничего такого сверхоргинарного. Давайте откроем упаковку. Есть ножнички, которыми можно срезать скотч, который не дает открыться упаковке в ненужных местах. Так, и откроем упаковку. Упаковки тут у нас у всех похожи. Ну, главное, там внутри щеночек есть. Так, и открываем. Так вот, легко он у нас достается. Упаковку можно даже не рвать. А, тут у нас есть, конечно, Чейз, Зума. Вот, его я пока здесь поставлю. И здесь, так, открываем. У нас есть такой значок. Значок у нас вовсю переливается. Не знаю, хорошо видно это? Наверное, видно. А, вот, вот такой переливается он. Если поворачивать, как будто бы, не знаю, какая-то волна проходит по значку. А, вот они, смотри. Как будто бы голову поворачивают щенки у нас все. Вот не пойму только, что с этим делом делать. Прикрепить его никак. По-моему, слой тут не отрывается, чтобы приклеить. Но, на самом деле, можно чем-нибудь намазать и все равно приклеить. Ротиночка симпатичная выглядит. Имеет право на жизнь. Давайте ее тут вот поставим. Ладно, положим, раз она не ставится. И вот у нас, собственно, сам Зума. Зума это у нас щенок Лабрадора. Он у нас на специальном катере. Рассекает просторы нашей вселенной щенячьего патруля. И на нем всех спасает. У него, конечно же, крутится голова. Ага, и вот можно нажать на значок у него на груди. Вот такой вот с якорем. И у него открываются специальные баллоны. На самом деле, я не очень знаю только, что он с помощью них делает. Можете написать мне, подсказать в комментариях, как они работают. Так, игрушка у нас яркая. Такой оранжевый щенок. Точнее, в оранжевом у нас бронеспасательном жрете. В шапочке. Сам щенок коричневый. Так, ну в лапках у нас стандартные какие-то дырочки. Так. Так, хвостик вот маленький такой виднеется. Ну, выполнено. Вроде ничего не отваливается. Если щенка понять, как следует попытаться ему что-нибудь открутить, он не разваливается. Значит, подойдет более-менее маленьким таким деткам, которые любят все ломать. Так, и вот, в общем-то, щенок, давайте его поближе посмотрим. Свернем его в специальные штуковины. И поближе рассмотрим. Вот такой вот щенок. Так. Вот тут у нас что-то такое непонятное налипло. Можно будет как-нибудь оттереть. Я что-то сейчас не посмотрела. Так. Ошейник. Значок. Мордашка. Так. Что тут еще можно посмотреть? Ну, в общем, ничего. Щенок такой стандартный. Я думаю, он похож на того, кто у нас в мультике. А, опять же, можно нажать. Посмотрите поближе его. Баллоны специальные, на которых он всех... С помощью которых он спасает всех. Вот, цепляются они. Тут специальные дырочки. Вот, не знаю, видно. Вот тут вот дырочки. И цепляются они за вот этот вот выступ, чтобы не раскрывались. И вот, смотрите, щенок у нас вот такой вот из этой новой серии. Кстати, она не очень дорогая. Вот уж не знаю, можно уговорить родителей и купить. И щеночек вот был из предыдущей серии у меня. Они, кстати, подороже. И вот они поменьше выпьедят. Для сравнения, зума у меня из той серии не было. Вот был Рокки. Вот такого вот размера. Почти на целую голову зума у нас больше. А значит, игра с ним как-то, не знаю, более удобно, наверное, интересно. Вот таких они размеров. Хотя эти щеночки тоже очень хорошо сделаны. Имеется в виду вот эти вот. Из маленькой серии. Ну вот, зуму и скай вот никак из вот этой вот маленькой серии не найти. А эти практически одинаковые. Стоят вот этот подешевле, размером побольше. Вот тут уж не знаю, кому как нравится. Можно и того, и того купить. Главное, чтобы нравилась сама игрушка. Потому что, насколько я помню, все-таки на своего мультяшного прототипа этот щеночек похож. А значит, имеет право на жизнь. Вот такой вот щеночек, вот такой вот значочек. Очень, наверное, приятно приобрести такую игрушку. Тут уж сами думайте. Можно найти в интернете. Там набрать, к примеру, щенячий патруль, купить. И выдаст кучу ссылочек, чтобы можно было купить эти игрушки. И вот, опять же, у меня есть еще все-все-все-все-все щенки из этой серии. И обязательно пишите в комментариях, кого вы еще хотите увидеть. Вот остался еще один щеночек, который не был вообще показан. Вот у меня был обзор на Маршала, на Крепыша, на Гончика и на Роги. Вот сейчас на Чейза. И еще один щенок остался. Надеюсь, вы не забыли об этом щеночке. И тоже хотите на него обзор увидеть. Поэтому напишите в комментариях, я обязательно этот обзор сниму. Ну и надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!